здравствуйте всем добрый вечер сегодня у нас в рамках рубрики день игрока евгения старцева подключится к нам буквально через пару мгновений и мы поговорим о насущном о том что накипела наболела потому что мы все соскучились по волейболу мы соскучились по нашим игрокам евгения стартов вот она привет жене привет привет расскажи как твои дела как мои дела но наверное как и все соскучилась уже по волейболу в целом все хорошо все отлично надеюсь что вся все эти болезни вся эта история с к видом уже скоро закончится я надеюсь да знаешь мне кажется тебя больше всех его наши болельщики ждали на прямой эфир меня прям на десерт оставили на десерт на третье в нашей рубрике новой поэтому тебя все равно ждали это сто процентов рассказывай как прошел свой период изоляции я знаю что ты была дома в челябинске что еще делала но дома в челябинске я была буквально неделю назад я туда прилетела потому что в принципе насколько я знаю были закрыты все перелеты я даже не пыталась из казани куда-то улететь и когда стало все поспокойнее конечно я смогла уехать домой и провела почти десять дней с родителями сестрой с племянником сейчас у нас проходят уже тренировки но в таком более свободном режиме саму самоизоляцию ну как говорится выдержала выдержала немножко тренировалась конечно не так интересно тренироваться дома сразу скажу что это вообще не для меня это было какое-то обучение это дело так и потому что надо и могу сказать спасибо своим друзьям которые возили нас немножко за город меня лично приглашали в гости где можно было пройтись по там по лесу по вообще выйти на улицу и провести время на свежем воздухе а не сидеть дома заперти расскажи каково было вообще вернуться спустя столько времени спортзал я представляю каково вам было спортсменом тяжело ну я когда ехал на первую тренировку я была счастливым человеком мне даже было прийти в зал зайти в свою раздевалку и пройти в тренажерный зал это было что-то вау было кайфово я сейчас понимаю что начнутся сборы это будет очень тяжело физически как это всегда бывает но честно я уже жду я уже хочу тренировочные процессы и хочу заниматься этим да вот мы кстати пару дней назад разговаривали она тоже говорила что безумно вот на каждую тренировку счастливые все ходят стабильно соскучились сразу видно да 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 это на самом деле так а что скажешь о новичках клуба я насколько знаю ты сякал на валу уже приехала в казань верно да она уже приехала мне кажется даже пару недель назад она также ходит в тренажерный зал и завтра мы все встретимся на медосмотре уже вся команда кроме наших иностранок пока нет информации когда они прибудут в казань а после завтра мы начинаем уже вот у нас первый тренировочный день в принципе все по плану пока идет ты регулярно выступала против таиси коноваловой когда она еще играла составе сахалина который к несчастью покинул суперлигу и на последнем олимпийском отборе играл против саманта борисио что может сказать об этих игроках ну по поводу таиси конечно она играет нашими чемпионате конечно как бы она выделялась в команде и я думаю что тренер не просто так захотел чтобы она играл в нашей команде все-таки он увидел в ней какие-то что-то в ней особенное и я уверена я надеюсь что все будет хорошо и она вольется в нашу вольется в нашу команду наш коллектив и самое главное поймет тренера что он от нее хочет и я надеюсь что у нас все получится по поводу саманты да мы не один раз не встречались и против когда она в канеляна играла все помним эти игры да 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 это это хороший игрок это игрок который играл в последние годы в лучших клубах европы поэтому я думаю что такие игроки нам конечно же нужны да даже взять ее роскошный разбег на подачи это конечно вообще о это так красиво мне все 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 это помнят и хорошо что мы будем за этим наблюдать еще ближайшее время как относится вообще к отмене сбора в анапе для сборной россии понимаешь очень много вопросов на эту тему на тему отмены олимпиады отмены сборной ну как бы сейчас это я отношусь ну мне сказали что это так значит а так то есть я не могу сказать что я там расстроилась или рада я знаю что это будет я знаю что придет время и будет олимпиада я знаю что придет время и начнутся сборы сейчас мы да начнем в казани но в любом случае мы встретимся сборной поэтому связи с этой ситуацией вообще во всем мире как бы тут как бы там радоваться огорчаться мы это принимаем просто как как оно есть вот и все то есть мне сказали что у нас впереди сборы я сказала да хорошо я готова и приеду когда вы скажете в казани снимаются ограничительные меры половина уже с не асс сегодняшнего дня сколько знаю начинают работать торговые центры куда ты в первую первую очередь по моему да если я не ошибаюсь я не слышала правда даже слышала куда я пошла в первую очередь не ну наверное как все девочки я пошла там маникюр сделать не но сейчас сейчас очень хорошо что такая хорошая погода и можно хотя бы где-то посидеть на террасе выпить кофе это конечно тоже очень классно но всему свое время все откроется самое главное чтобы все было хорошо что все были здоровы чем еще занималась дома вот фильмы сериалы книги там изучение английского как я поняла да я добиваю английский я вот уверена что мой учитель английского сейчас смотрит поэтому я не буду плохо говорить но мне все время кажется что это не мое нет я когда вот слышу как разговаривал с самантой когда она только пошла мне понравилось да но она самое главное делать вид что типа ты все знаешь и только еще акцент такой это мне тоже этому учат поэтому поэтому да я занимаюсь английским стараюсь чтобы как-то мозги мои работали смотрела сериалы ну не могу сказать что я очень много пересмотрела фильмов сериалов все дела которые на которые не хватало времени по дому конечно же я их тоже все переделала это все шкафы но как тоже у девочек это бывает что-то все время не доходят руки времени было много поэтому я все сделала все что хотела все что планировала сезон что можешь сказать о прошлом сезоне есть какое-то удовлетворение не касаемо итогового места которые вам определили а вообще в принципе по играм по слаженности в команде как твои самочувства самочувствие во время этого сезона ну начну как раз конца потому что первую наверное половину сезона там до там важных игр финала кубка я еще как-то немножко отходила от сборной и чувствовал может себя не очень хорошо а потом конечно надо было уже как бы брать себя в руки и я очень рада что мы выиграли кубок и это во первых что мы выиграли во вторых даже может еще во первых это будет мы показывали действительно хороший волейбол то есть мы показывали качественную игру и меня это радует это очень рада потому что кайфуешь именно вот от этого качества еще когда приносит естественный результат то это вообще классно вот поэтому я рада за наши игры за наше качество игры ну в любом случае медаль она есть конечно она не такая как могла бы быть конечно никто не знает как бы чемпионат закончился но я думаю что у нас были все шансы как бы на площадке доказать это всем что мы заслуживаем эту медаль матч в екатеринбурге который не хочется вспоминать но я все-таки хочу спросить что же тогда случилось ты знаешь дашь я все время когда такие матчи происходят как бы хорошо что это произошло в начале сезона и знаешь как иногда говорят когда петух клюнет то начинаешь немножко по-другому обо всем задумываться о тренировочном процессе об отношении и может это хорошо что случилось потому что это была первая игра когда мы играли основным составом и видимо мы вышли недооценивая соперника думаю что мы сейчас всех победим поэтому ну хорошо что нас петух клюнул в начале сезона да и мы я думаю что мы немножко по-другому начали на все смотреть то есть тогда это были все в шоке то есть мы когда вернулись из екатеринбурга здесь и руководство и ну как бы и мы и тренеры и вообще никто не понимал что происходит как бы нас просто там ноль три как котят вообще и отправили домой я просто помню это это чувство но мне кажется я даже на себе испытала это чувство даже за экран телефона ноутбук ну это было жестко предлагаю вернуться к вопросам наших подписчиков спрашивать саманты фабрис общаешься да с самантой мы поддерживаем связь постоянно с ней переписываемся я даже где-то прочитала в комментариях когда мы объявили о том что саманта брюсио приходит кто-то написал саманта фабрисио ну да 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 я так поняла что они очень хорошо общаются потому что когда саманту вторую так сказать саманту 2 подписали мы с сэмом как раз переписывались то есть она говорит я рада все хорошо я говорю ну раз ты ее знаешь поэтому мы все спокойны я думаю я уверена что все будет хорошо а куда бы поехала если бы открыли границу я не знаю куда я конкретно поехала или я поехала просто поваляться на пляже отдохнуть но сейчас мы столько отдыхали что может быть я поехала в европу погулять такой более активный отдых мы об этом переписывались да однажды да 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 я как бы и люблю на море поваляться когда после сезона а сейчас столько мы валялись много на этой самоизоляции что я в принципе даже может выбрала что такое поактивнее погулять походить по улочкам посмотреть какие-то достопримечательности поэтому не знаю даже когда когда ты знаешь что никуда не поедешь я не думала куда я поеду как относишься к увеличению клуба в суперлиге у нас получается ушел сахалин добавилась спарта липец и тура да да турица положительно почему бы нет новые команды новые города а еще вопросик здесь мужской волейбол смотришь ну конечно конечно смотрю да а как относишься к пляжному волейболу играю сейчас вот тут под окном у меня есть прекрасные площадки песок и мне очень нравится ну конечно это все такой как бы отдых солнышко и это не тренировка поэтому это все в удовольствие и поскольку давно не было волейбола это мне сейчас очень хорошо от пляжного волейбола но это на самом деле есть профессионально это это как говорят это лошадиный вид спорта то есть это очень это очень тяжело да вообще смотрела там не знаю игры наших команд пляж да 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 конечно конечно наблюдаю да ну это действительно очень тяжело я когда ну понятно что сейчас мы очень там долго времени тренировались но сейчас я прихожу я понимаю что в принципе даже просто подпрыгнуть не могу на песке то есть как раз концу игры концу когда уже все собираемся уходить я чуть начинаю более менее передвигаться разогреваясь поэтому я понимаю что это это очень тяжело дальше у меня для себя запланировал небольшой блиц твоя задача отвечать про свою команду про динамо казань допустим кто самый ответственный в команде про себя тоже можно говорить заря так и ответила да правда про себя ответила или про меня про тебя да она она мне это говорит поэтому я в принципе так и сказала я не смотрела заре эфира но она мне это не раз говорила а кто помогал адаптироваться в команде куда ты пришла давно было адаптироваться ну были девчонки естественно это была Га это была Каби это была Боря Регинка я со всеми с ними дружила так а кто еще был я не помню ежик тогда была или нет когда нет по-моему ежика не была она пришла чуть попозже ну как бы второй или уже третий раз Олеся Махно тогда была ну вот с кем мы как бы с кем я хорошо общалась короче весь состав сборной России да 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 то есть я приходила как бы девчонок всех знала и поэтому то есть я не пришла в такую новую команду для меня был только тренер сейчас я никогда не работала но он был помощником сборной поэтому я шла идя как бы к нему я знала кто это и знала всех девчонок поэтому я пришла в Казань для меня это не было такой новой команды для меня был там новый город новые условия а девчонки все были практически те же как и до этого там сборной короче ничего не поменялось сборной России единомой Казань ну да 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 на тот момент мы же приехали еще все с олимпийских игр это ну я когда приехала это был двенадцатый год поэтому вот как раз и сборной и вернулись в Казань а у кого хороший музыкальный вкус из команды? музыкальный вкус? ну наверное кто вас за песни отвечает? нравится песня? ну вообще у нас Кадыч по-моему постоянно музыку ставят Кадыч Котик по-моему иногда ну Биря, 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 Биря что-то там ну Биря это заряга это отдельная тема как бы пузыри свой вкус да музыка да 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 а кто больше всех ест? из команды яско хм ой я не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю а ты заря такие же вопросы задавала? мне просто интересно интересно что ты там надо было мне посмотреть эфир кто больше Заря сказала что Арина Федоровна я мне кажется никогда не видела сколько Арина ест я не могу сказать да ладно а кто душа команды? душа команды? блин ну это наверное заря с Бири это они наши и зажигалочки такие прям это а кто пример для подражания? ну начиная допустим от твоей карьеры во Динамо Казань до нынешнего момента пример для подражания может нескольких может нескольких человек назвать? ну я щас опять буду перечислять тех с кем я играла эти девчонки играли они играли за сборную и сколько лет я говорю та же Катя Каби которая недавно я кстати про Каби забыла сказать или я про нее говорила 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 Каби недавно ушла со всем которой так тоже не хватает я так плакала на церемонии когда вот Майку поднимала все плакали по моему я тоже плакала я не знаю я всех девчонок люблю поэтому ну всех своих люблю которые столько лет мы вместе были и мы продолжаем общаться и у всех разные жизни ну как бы примером ну вы в общем все равно не теряетесь я тоже это вижу регулярно нет нет мы вообще не теряемся мы и периодически девчонки приезжают в Казань или когда я в Москве я обязательно увижусь с Катей Гамовой с Лесей с Каби то есть в прошлом году я даже заезжала в Нижний Новгород к Рыгинке Мороз в этот в этом году в феврале она приезжала на мой день рождения поэтому да то есть мы периодически друг другу стараемся как-то планировать чтобы где-то пересекаться на какой-то можно нейтральной территории у нас еще была такая традиция что раз год после сезона мы собирались ездить в Европу на пару дней тоже это вот Катя Каби Лена ну у кого получается ну вот к сожалению в этом году у нас вообще не получилось никуда выехать в прошлом году вы в Берлин ездили на финал Лиги чемпионов да у нас как раз так получилось что и ребята попали в финал и мы собирались естественно куда-то выехать ну и тут как бы все все сошлось к Берлину и мы прекрасно провели время ну к сожалению ребята проиграли ну ничего тоже бывает ну всякое бывает да всякое бывает да а с кем не пропадешь на необитаемом острове вот прям уверен в этих людях назови трех человек так из команды да из команды но можно взять вот за всю свою карьеру в Динамо за всю свою карьеру в Динамо я возьму я возьму с собой ежа я возьму с собой гамма и каби я почему-то так и думала да а какая сейчас твоя лучшая подруга в команде саманта саманта да слушай вы так быстро сыгрались даже вообще никто не ожидал и все реально это отмечают потому что вы очень быстро сыгрались еще и плюс дружились в чем вот какой-то секрет был сначала мы нашли общий язык вне площадки и поэтому хорошо сыгрались это уже проверено опытом это всегда так когда ты чувствуешь человека тебе с ним играть легче а кто в команде самый стеснительный стеснительный ну котик наверное мне кажется она прям вообще это а кто больше всех сидит в инсте Биря наверное она постоянно там что-то выкладывает но если она много выкладывает наверное сидит там она много я не знаю а кто лучше всех поет так надо сходить в караоке все вместе поет 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 не знаю там заря какие-то видосы выкладывала где она поет кого-то там все пародирует это единственное что я помню что кто-то поет а в душе никто не поет после тренировок после игр нет нет только телевизор у нас поет а с кем живешь в номере на выезде заряга а с кем поменялось бы телами на время матча на время матча так что бы хотела сделать ну наверно повколачивать как вот заряга саманта бэти там ну вот с нападающим с кем-нибудь а заряга хотела поменяться сани маловой ну мне и так защиты хватает в моей зоне поэтому заряга просто этим не занимается не ее дело да мне тоже так кажется а кто всегда пожалеет в команде можно все тоже вот так сделать ну не ну конечно если что-то произошло это пожалею вот так да не у нас как-то все девчонки мы вот между собой редко ругаемся а когда кто-то что-то люлей где-то получил особенно младые бывают там и слезки у них ну как бы мы поддерживаем их не могу сказать что у нас есть какой-то один такой человек который всех ходит жалеет то есть мы все равно стараемся от старших естественно не увидишь слезы в раздевалке а молодые бывают бывает а кто главный тусовщик 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 где тусовщик ну вообще тусовщик у нас в Казани есть где 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 это я сейчас получается кого-то солью да да нет не обязательно нет потому что заряга тоже уже слилась слила да так мне интересно что она ответила не про меня надеюсь ты сказала про меня и про подругу твою и про Сэма ладно это мы с Самантой сдаюсь сдаюсь ну я же должна я же должна иностранцам город показывать правильно поэтому я занимаюсь мной особенно ну об этом мы поговорим в другом эфире а кто больше всех опаздывает 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 ну у нас нету кто опаздывает но мне кажется вот позже всех в раздевалку заходят малого с Анька с Маринкой марюкнич ну мне так кажется наверное потому что у них вот дети они там что-то еще копошаться делают и они мне так кажется вот потому что молодые всегда приходят первые причем там намного раньше чем мы а вот мне кажется Анька с Маринкой приходят позже всех но они не опаздывают я же не про опоздание я просто о том кто позже приходит есть ли уже планы на будущее после волейбола бизнес-проекты или спокойная семейная жизнь семейная жизнь и бизнес-проекты а чем бы хотела заниматься в бизнесе если не секрет да не знаю честно еще не думаю об этом когда видимо придет время ну мысли есть но не для того чтобы сейчас рассказывать конкретно ничего не скажу ну что Жень наверное будем заканчивать всем спасибо спасибо тебе большое Пока. Пока. Подписывайся на Динамо ТВ. Йоу!